Всем привет, ребята! Меня зовут Лиза, по батюшке Елизавета Дмитриевна, по матушке Юлиевна, кому интересно. И сегодня мы с вами попробуем найти повод посмеяться в наши непростые будни. Да, у нас в последнее время не так уж много поводов, да, улыбнуться, да, поржать. Сегодня я попытаюсь вам этот повод создать путем рассказывания своих неловких, кринжовых историй из жизни. Как обычно, истории не прям кринж-кринжом, что случилось что-то невероятное, что вообще стыдно рассказывать. Нет, совершенно нет, просто какие-то забавные истории. В прошлый раз это видео хорошо набрало у вас, видео этой рубрики, этой тематики, поэтому почему бы не снять следующее? Тем более, что кринж-стория в моей жизни, наверное, никогда не закончится. Прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, подписывайтесь на мой ВКонтакте, да, потому что теперь уже непонятно, Телеграм с нами надолго-ненадолго, вот. Чтобы не потеряться, для тех, кому сложно смотреть видео на Ютубе, я скоро, я уже надеюсь, Лиза, пожалуйста, скоро начну дублировать свой контент, просто ВК перезаливать, чтобы все могли его посмотреть. И можете писать на вот эту почту по поводу поступления в Китай, мы занимаемся подачей документов студентов, подбираем им программу по их запросу с моими китайскими партнерами, поддаем документы в наши университеты-партнеры, вот. Давайте начинать. Начну я, наверное, кринж-свидание. Начнем мы с кринж-свидания. Я, как обычно, составила заметки и не могу вспомнить, про что я хотела рассказать. Вот у меня есть заметка «кринжовый интернет-друг». Про что это, я понятия не имею, поэтому сегодня расскажу про то, что я помню. Свидание, где выдавал мне кринжа китаец. Это случилось не очень давно. Весна была? Нет, наверное, был май. Май или апрель. Не помню точно. Неважно. Мне было ужасно скучно, грустно-одиноко. И я подумала, ну-ка погуляю я с кем-нибудь. Иногда у меня есть такое резкое желание кого-то позвать погулять. Вообще, чела, с которым я даже не разговаривала. Я зашла на всем нам известный тиндер и просто нашла мужчину. Ему было 32. 32. По-моему, это самый вообще взрослый мужчина, с которым я когда-либо ходила на свидание. И фотки у него были такие, типа, они были в полутьме и в профиль. Девочки, мы не ведемся на фотки в полутьме и в профиль. Это правило, если вам кажется. Что вы не понимаете, как вот человек выглядит по фоткам, по его не особо понятно. Ну, лучше не вестись на вот эти фотки в профиль, потому что они что-то скрывают. Мне ужасно хотелось выехать в какой-нибудь парк. Я с этим челом разговорилась и говорю, давай в какой-нибудь парк поедем. Я предлагала парк в черте города, большой, красивый, нормальный парк. Но он мне говорит, давай встретимся вот в этом парке. Чтобы вы понимали, вот, может быть, карту покажу вам какую-нибудь. Или просто вот, вот я живу вот здесь, вот здесь, да? А парк находится вот здесь. И между мной и парком 40 километров. Я посмотрела фотки. Для Ханчжоу это нормальное расстояние, 40 километров, потому что это очень большой город. Но, anyways... Я подумала, ладно, окей. Посмотрела фотки, думаю, блин, прикольное какое-то место. Там это археологические раскопки, плюс парк, плюс что-то еще. В общем, туристическое место такое красивое. Я думаю, блин, ну, здорово, посмотрим. Договорились встретиться в 3 часа дня. Я по скоростной дороге ехала 50 минут до этого места. И спрашиваю его, а как поедешь ты туда? Как ты туда едешь? Ты уже едешь, да? Он мне отвечает, я еду на велосипеде. Я думаю, ладно, наверное, он где-то рядом живет. Я ничего против не имею, здоровый теле, здоровый дух. Я приехала раньше. Стою, так, значит, в солнечных очках, вот так вот смотрю. Выглядываю из-под них, думаю, где же мое чудо-юдо, да? Рыба-кит, по-другому его не назвать. Стою я, жду его. Он говорит, сейчас я кину где-то велосипед и к тебе подойду. Я говорю, хорошо. Стою я вот из-под лобби, да, смотрю, кто ко мне идет. И я вижу, направляется ко мне. Сейчас будет этюд. Значит, идет вот такой вот. Ножечки тоненькие. Сразу я вижу, что мальчик не в моем вкусе. Просто он своими фотками скрыл многое. Там они были, наверное, когда он был намного моложе. Подходит ко мне, с меня ростом. Худющий вообще. Вот нога, как моя рука, к сожалению, да? На пузе у него, значит, поясная сумка. К сожалению, у меня тут нет поясной сумки. Ну, придется как-то это. Никак, да, без поясной сумки сегодня. Подходит ко мне. Подходит и вот таким голосом. Он мог немножко на английском. И вот таким голосом начинает диалог. Я думаю, ой. Вечер перестал быть томным. Думаю, ладно, окей. Я приехала погулять в парке. Мне все равно. Типа, пофиг. Могу с ним особо не разговаривать. Да, мне не понравился он. Ну, ничего. Типа, просто погуляем по парку. Я же за этим приехала. И встал. Я говорю, что мы ждем, пойдем. Он мне такой, I'm hungry a little bit. Do you wanna eat something? А, этот парк находится в какой-то частной зоне. Ну, то есть, там рядом только частный сектор, дома какие-то такие загородные. И этот парк, собственно, где нет никакого ни тебе, ни кафе, ни магазина, ничего я там не видела. Я говорю, ну, тут нет ничего рядом. Мы, куда мы пойдем? И он такой, не беда. Достает из своей поясной сумки печенье. И начинает его есть. Мне не предлагает. И жует его так, что у него крошки изо рта вылетают вот так вот во все стороны. Люди, которые смотрят на меня из соседних номеров через окна. Всем привет. Я креатор. Я говорю, мы пойдем в парк. Он такой, ааа, сейчас спрашиваю, что там. Подходит к этой женщине, к женщине, этому контролеру. Начинает с ней беседу задушевную. Значит, он стоит, у него вот эта сумка расстегнута. Он жует вот это печенье. Печенье вот так вот сыпется во все стороны. Ему на сотовый телефон, на эту тетку. Тетка ему что-то говорит. Он подходит такой и молчит. Ну что, какие билеты мы берем? Я просто там стою с этим приложением. Я вообще не разобралась. Там как-то для иностранцев одно, для каких-то иностранцев один билет, для каких-то другой. Он такой, а все, мы никуда не пойдем. Да, после такого свидантуса может разболеться голова. Да и не только после него. У меня в целом голова болит достаточно часто. И недавно даже пришлось ходить к неврологу. И сейчас, когда вы смотрите это видео, я, скорее всего, уже нахожусь в Китае. И у меня уже нет той привилегии в виде похода к русскоязычному врачу. Теперь только китайцы. Только хардкор. Благо, человечество уже придумало сервис, который позволяет легко и удобно консультироваться с врачами из любой точки мира. Сервис на поправку. Пришли анализы, но вы без понятия, как их расшифровать, поможет терапевт. Родинка выглядит странно, дерматолог уже готов вас проконсультировать. Беспокоит вопрос по женскому здоровью. На подходе гинеколог. С подпиской на сервис вам не нужно будет записываться и оплачивать каждое обращение. Консультации безлимитные, действуют столько, сколько действует подписка. Если вопрос срочный, а времени и возможности сходить в клинику нет, это лучший вариант. Я вот уже успела поговорить с неврологом по поводу моих мигрений, по поводу результатов МРТ и того, что мне делать дальше, если я уже в Китае. На поправку есть специалисты из самых разных областей, а дежурные терапевты и педиатры на связи круглосуточно. А еще там есть ветеринары, поэтому ваши четвероногие друзья тоже в беде не останутся. Стоимость месяца подписки от 1490 рублей. А по моему промокоду ЛИСАВ вас ждет целых две скидки. 15% на первый месяц подписки, чтобы попробовать формат. И 70% скидка на годовую подписку, что значительно дешевле, а за год совет врача вам может понадобиться и не раз. Всем крепкого здоровья, а я возвращаюсь к нашему пожирателю печенья. Я говорю, почему? Ну они закрываются в 4. Он специально выбрал этот парк. Специально, посмотри. Ну, наверное, нужно было какое-то расписание посмотреть, раз там вход по билетам. Просто я-то его звала в парк, который как бы без расписания и работает точно не до 4 вечера, даже если он по расписанию какому-то. Я говорю, а что же мы тогда сюда приехали? Ну они закрываются, давай тут вокруг погуляем. А там негде гулять вокруг. Там просто частная зона, поля, археологические раскопки и больше ничего нет. Я такая, боже мой, что же делать? Вот я иду и такая, господи, как же мне отсюда смыться? То есть я и на красивого парня не погляжу, и на красивый парк не погляжу. И что мне делать? А я никогда не сбегала со свидания. Нет, было один раз, но я сбежала спустя час. То есть я с ним высидела, выстрадала и сказала, что мне нужно домой ехать, спасать кошку. Но тут я не знала, что мне делать. И тут мне очень вовремя звонит мой друг. Ну это некрасиво так делать, но... Ну а что некрасиво? Почему я должна тратить свое время тоже с другой стороны, если мне вообще прям вот, ну ничего не зашло, что-то я приехала и все как-то не так. И пожрать негде, да? И он со своей поясной сумкой, да, со своим печеньем. А он мне еще загоняет, начал загонять мне про какие-то DVD-диски. И у нас разговор такой неловкий. И я не понимаю, что он говорит, он не понимает, что я говорю, и мы такие what, 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 какие DVD-диски. Я ничего не поняла. Мне звонит друг, я ему потому что написала, что я еду в частный сектор куда-то. Он такой, ладно, я... ну ладно там, удачи тебе. Звонит мне. Я сначала выдала свои настоящие эмоции. Я беру трубку и говорю, алло. Он такой, как дела? Я говорю, это пиздец. Что, вообще все плохо? Я говорю, ну прям, ну прям вообще мне, вот вообще никак. Вот мне вообще с этим человеком, я вот вообще не хочу с ним сейчас время проводить. Он говорит, ладно, ну скажи, я не знаю, что у меня понос, что мне нужна помощь срочно. Я думаю, ладно. И я сразу вот с этого вот радостного лица такая, что случилось? Да, 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 что такое? Это же мы по-русски обсуждаем, я. Так, ты подъедешь в центр, да? Через сколько ты сможешь это подъехать? Ладно, я сейчас ему так расскажу. Ага, встретимся в центре, погуляем. Давай. И кладу трубку. Он такой, что случилось? Что случилось? Я говорю, мой друг, ну там у него, попросил что-то с ним съездить в больницу. Он так плохо знает китайский, ему нужна там помощь перевезти, помочь. Попросил меня. Он такой, боже мой, что случилось? Я говорю, я пока не знаю. Я пока не знаю. Посмотрим, посмотрим. Я ничего страшного, не смертельно просто попросил помочь. Ты не против, если мы встретимся в другой раз? Нет, не против, будь с другом. Я говорю, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. А! И мне было его так жаль, потому что я выяснила, где он живет. И вот я жила вот здесь, да? Я вам говорила, вот парк был вот здесь, 40 километров, а он жил вот здесь. И он приехал на велосипеде. И обратно поехал на том же велосипеде. А тогда было, ну, было не холодно на улице. Он, наверное, приехал уже весь потный, уставший. Ему получается снова вот эту всю дорогу замечательную совершать. Неловко перед ним, да? Но! Но вы поняли. Но я не захотела. Вот как-то так. Время самое дорогое, что у нас есть. Помним об этом. Не нужно тратить его на тех, кто вам не понравился. Некоторые прям подходят и говорят. Привет. Ой. Слушай, мне кажется, нам, ну, что-то как-то у меня, у меня как-то с тобой не это. Не то самое. Давай мы разойдемся. Ну, я бы так, наверное, не смогла сделать, что прям привет-привет, давай, бывай. Но я вот впервые в жизни, вот настолько мне человек не понравился. Обычно я что-то понимаю, что, может быть, что-то интересное получится. Или там как-то мы там погуляем хорошо. А тут и не погулять. И куда мы поедем? Он на велосипеде. Мы в 40 километрах. Куда мы пойдем? Ну, ладно. Наверное, доел свое печенье и поехал обратно. Дальше расскажу вам про выходную историю забавную. У меня в последнее время открылась какая-то чакра общения с людьми. С таксистами вот особенно. Я что-то начинаю какие-то комментарии делать. Прохожие, с прохожими людьми разговаривать. Вот какие-то вот ситуативные вот эти разговоры с мол толки. Я обычно их никогда не поддерживаю. Я всегда говорю, вот, это обычный набор междометий, которые я использую, звуков. А тут, наверное, потому что я понимаю, что мне говорят прохожие, таксисты. Я настолько счастлива, что я такая, блин, ну я со всеми поговорю. Мне совершенно нетрудно со всеми поговорить. И люди ко мне как будто бы тянутся с какими-то вот вопросами, разговорами. Вот недавно со мной произошел такой интереснейший диалог. Я стояла, ждала такси. Такси нужно было ждать, наверное, минут 6-7. Я встала там в тенечке, что-то Питер весь в какой-то стройке. Стоять негде, все в каких-то этих строительных, что это, листах, заграждениях каких-то. Я там встала, стою. Ко мне идет мужчина на костылях какого-то такого вида, как будто бы он недавно... Откуда ты вернулся? Она какого-то такого вида, как будто бы где-то вон в местах не столь отдаленных был. Ну вот видон был такой и говор был такой. Но диалог, диалог, обратите внимание, подходит ко мне, ну, подгребает, так сказать, и говорит. Я покурю тут рядом с вами. Курение вредит вашему здоровью. Я говорю, ну, курите, я просто от вас отойду подальше. Он мне такой, а я буду курить так, чтобы на вас не попадало. Я говорю, ладно, окей. И встала. Стоять дальше. Смотрю, боковым зрением он ко мне опять гребет. Не удержался, ну не удержался. Вот он от меня вдали, решил все-таки подойти. А можно я еще задам вопрос? Какой? А мне все равно еще 6 минут стоит ждать, куда я от него уйду? А вы не знаете, вот угадайте, вот есть какой-то у вас вариант ответа, вариант вопроса, который он мне задал? А вы не знаете, почему в Питере в последнее время стало так тяжело высыпаться? Я говорю, я не знаю, я тут не живу. Может, потому что вокруг стройка и шумно. Он такой, не знаю. Голова какая-то пластилиновая. Как в пластилиновых советских мультиках. Я говорю, смотрели советские пластилиновые мультики? Нет. Он такой, посмотрите. Я говорю, какое название? Советские пластилиновые мультики. Я говорю, ну какое название у этих мультиков? Советские пластилиновые мультики. Я говорю, а, поняла. Он такой, посмотрите, это шедевр. Ребята, если кто-то смотрел, пишите в комментариях. Я такая, хорошо, посмотрю. Он такой, ну вот, пока голову слепишь, все интересно и пропустишь. Зачем я вообще продолжаю этот диалог с каким-то левым мужчиной? Ладно, вы к тому, что эти мультики очень сложно делать? Я к тому, что утром просыпаешься в Санкт-Петербурге, а голова как будто пластилиновая. Пока ее слепишь, все интересно и пройдет. Понятно. Ну почему вы думаете, вот вы как думаете, почему я такой помятый? Ну может потому, что вы курите? Курение вредит вашему здоровью. Вы считаете? Ну как я могу убеждать? Я не знаю, может быть он курит первый день. Кто его знает? Он такой, а я думаю, это потому, что мы все пластилиновые. Я говорю, понятно. И подъезжает мое такси. Я говорю, вон мое такси, всего вам доброго, до свидания. Ухожу от него и слышу. Может быть вы вернетесь? Я думаю, куда? Жить в Питер или к нему продолжать разговаривать про пластилиновые головы? Я говорю, нет, до свидания. Села и уехала. Вот такой вот интересный диалог. А что? Вот что дает вот эти вот разговоры с прохожими людьми. Столько интересного можно узнать. Например, то, что мы все пластилиновые и живем, наверное, в матрице. Хотя я в принципе с ним согласна. Просыпаюсь реально какая-то помятая все время. Ну может быть потому, что я ложусь 2 часа ночи. Следующая история, она забавная. Она забавная. Она ничем кринжово, ужатно, неловким не кончилась. Но я вела себя отвратительно. Я это признаю. Я это признаю. В общем, дисклеймер, да. Пью я мало. Редко. Алкоголь вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. И в тот день, да, это была зима 2021 года. Да, 2021 года зима. Я приехала в Москву и вместе с Тошичи, моим другом, видеоблогером, может кто-то его знает, помнит. В общем, его пригласили на мероприятие на закрытый, от медиатеки на закрытый показ секса в большом городе. Что-то там «Однажды и навсегда», что-то такое вроде как-то так называлось. Я вообще не разбираюсь. И он пригласил меня в качестве своего плюс одного. Плюс одного. Плюс первого. Короче, в качестве, так сказать, доп. гостя. И я, конечно же, поехала. Поехала, принарядилась, все. Я не знала, что там, кто там будет, что меня ждет, все. Я просто приехала. А за губехами-то у меня что? Ну что это такое? Корейский блеск. Ой, корейская, корейская помадка. Че она у меня так в губах так вся сканковалась? Ладно, продолжаем. Я туда приехала на совершенно голодный желудок. И там в тот вечер подавали очень какое-то хорошее шампанское. А во мне киндер-ломтик. Вот буквально все, что в моем желудке в этом момент находился, это был киндер-ломтик. Он не справился бы с этой задачей, с преодолением вот этого быстрого опьянения. Я выпила три бокала где-то за 10 минут. Ну я как-то вот прям еще, еще, вот. Значит, там играла группа «Фрукты», мне стало так весело. Я давай рассказывать, значит, виснуть на Антоне одной рукой, другой рукой маме, записывать голосовые сообщения. Типа «Мама!» Тут меня прям, мне быстро прям снесло в голову что-то как-то. Я стою «Мама!» Тут рядом стоит Александр Рогов. Александр Рогов буквально стоит вот на вытянутой руке. И я «Александр Рогов, это тот, кого ты смотришь. Это вот этот вот, про которого ты мне говорила». Антон такой «Антон ни глотка не сделал». Он говорит «Давай потише». Ну все же слышно, я говорю «Что слышно?» Что с моим волосом, господи? She was possessed, by a moment. Что слышно? Тут музыка играет. Он говорит «Как раз когда ты разговаривала, музыка притихла». Я такая «Ой, ну ладно, извини». И это было все вот где-то за час до показа нас собирали. Я смотрю, люди идут с попкорном. А мне это тоже надо, мне тоже хохота попкорна. Я говорю «Откуда они взяли этот попкорн?» Антон такой «Ты стой спокойно. Я выясню, откуда они его взяли. А мне все равно. Мне не терпится узнать, где был достаток попкорна». И там стояла Ирина Чеснокова в таком красивом платье. Это ведущая бар в большом городе. Я не знаю, до сих пор существует это шоу или нет. Я сейчас подойду к Ирине и я ее спрошу, где она взяла попкорн. Антон такой «Стой, пожалуйста, на месте». Я говорю «А чё, а чё?» Я ей скажу, что у нее очень красивое платье. И она мне скажет, где она взяла попкорн. «Пожалуйста, ничего не делай». Но я себя сдержала. Суть этой истории в том, что я все-таки себя сдержала, но мои намерения были очень забавными. И тут мимо проходит девочка. Да Катя, что-то как-то неприметно мимо прошла. И у нее тоже этот попкорн. Я говорю «Да Господи!» Я говорю «Да где же они взяли этот попкорн?» И я говорю ему «Все, я сейчас подойду к этой девочке и я ее спрошу». Антон говорит «Лиза, это Катя Адушкина. Не надо никому подходить». Я такая «Ой, не узнала я ее». И меня потом, знаете, быстро отпустило. Слава богу, я ничего больше не делала. Ничего странного, кроме как требовала сказать мне, где был достат попкорн. Попкорна мне, кстати, так и не достали. Антон, твой просчет. Вот, если бы ты меня не остановил, попкорн был бы у нас двоих. Вот, потом мы еще все, мы еще в одном зале сидели с этой Катей Адушкиной. На одном ряду, правда в разных концах, я думаю, господи, хорошо, что мы никак это не пересеклись. Что как бы шампанское уже через часик как-то меня немножко подопустило. И все прошло хорошо. Но вот эта вот странная девочка плюс один, да? Больше я на эти мероприятия не ходила. Интересно, что была бы я себе все-таки подошла спрашивать насчет этого порта попкорна. Ну, такая она у вас иногда шальная девка, да? Прям просилась сюда, забыла сказать. Пол страны бухай, а Савчихина с бокалом дорогого процека со свежей клубникой. Алкоголик! Последняя история, которую я вам сегодня поведаю. История про, ну да, мою тупость, да. Туплю редко, но метко, что называется. Я была в отеле, помыла голову прям перед встречей. Мне нужно было прям через час куда-то выходить. Я встаю, включаю фен, а фен не включается. Я такая, ну и гадость. А до этого я им не пользовалась, я не знала, он работает или нет. И вот я его пытаюсь включить, но не включается. Думаю, гадость, пакость какая. Я думаю, ладно, мне срочно нужно посушить голову. Это какой-то просто трэш-беспредел. А моя комната прям находилась вот соседняя от технической комнаты, где все эти фены хранились. Я открываю дверь, как раз стоит тетка около этой двери. Я говорю, вот девочка, фон хуайла, да. Дайте мне другой. Она такая, хуайла? Что, сломался? Я говорю, ну да, сломался, вообще не работает. Она мне дает другой фен. Я подхожу, включаю его, а он не включается. Она меня спрашивает, как, 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 ну как дела, типа, за закрытой дверью стоит у меня там. Как дела? Я говорю, подождите, попробовала другую розетку. Включаю, не включается. Я открываю дверь, говорю, ну у вас какие-то вообще проблемы тут. Говорю, у вас второй фен тоже не работает. Она такая, тоже не работает. Я говорю, ну я что, вам врать буду, да? Ну не работает, как бы. Она дает мне третий фен. Я подхожу, подключаю третий фен. И он тоже не работает. И меня обычно бы, наверное, смутило, что это у меня три фена не работает. Да? Но меня ничего не смутило. Я думаю, какой отвратительный отель. Не работают фены, вообще ни один. У них что, там склад сломанных фенов или что? Я открываю дверь, говорю, ну это тоже, понимаете, не работает. Это тоже не работает? Я говорю, да? Он тоже не работает. Ну, хотите, сами проверьте? Она заходит в комнату, вставляет фен в розетку, включает его, и он работает. Я такая... Ой! Ой! Оказалось, фены это достаточно такая запутанная вещь, да, для меня. В разных отелях разные фены. Где-то нужно просто на кнопку нажать. Где-то нужно заглянуть черт-чурок и нажать на дополнительную еще одну кнопку, чтобы дуло воздухом, и только если ты жмешь на эту кнопку, дует воздух. И там был именно такой фен. И кнопка как-то затесалась, слилась с фоном фена. Бежевая кнопка на бежевом фене. Ну что это за безобразие? Ну, я ее просто не заметила. В итоге я сказала, что я идиотка, и отпустила ее. Ну, то есть я три раза, да, попробовала фен. Все три фена работали, просто это я не заметила на нем кнопку. Ну, немного китайский попрактиковала. Что тут? Нормально, в принципе, да? Вот. Какие-то такие у меня сегодня были истории. Надеюсь, вам они понравились. Надеюсь, вам немножко какая-то хихика вас пробрала. Пробрала хихика. Представила хихику, которая вас пробирает. Спасибо большое за просмотр. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Пишем комментарии. Да, не забываем подписываться на телегу, на ВК. Все, как всегда, все по классике. На почту, если что, пишем, да, если вас интересует поступление, т.р.п. Всем удачи, благополучия. И помним, что на поправку всегда на страже нашего здоровья. Напоминаю, что ссылка и промокод на скидку в описании. А мы с вами увидимся в новых роликах. Пока-пока.